Еще одна важная группа молитвы – это халель. 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 Халель, да. Халель. 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 Да, халель. Халель. А, кстати, знаете, как по-эфиопски «здравствуйте»? Халель. 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 Халель, ле-эль, да. Халель. Так и не так. Халель, ле-эль, говорят. Халель. Халель означает хвала, молитва хвалы. Если мы возьмем псалмы, мы можем увидеть, что псалмы представляют собой литургию. Сама книга псалмов у нас разбита на 150 псалмов, причем нумерация псалмов различная. В разных библиях вы можете видеть, в английской библии одна, да, в славянских библии другая нумерация. Но не это главное. Вся книга псалмов, она разбита на пять частей. Практически первоначально книги псалмов было пять частей. И каждая из частей заканчивается хвалой Господу. Есть определенные псалмы, которые на определенные дни недели. В понедельник читались одни псалмы при открывании ворот. Другие во вторник, третий и так далее. И существует великий халель, да. Великий халель. Если вы помните, когда мы разбирали Песах, да. Есть одна из частей пасхального служения, это великий халель, да. Когда читаются определенные псалмы. Мы можем точно знать, какие псалмы читаются на Песах. Если возьмем пасхальный седр, да. И еще, как там, они просто, они воспели. А что они воспели? Мы можем, если открыть пасхальный седр, мы будем точно знать, что они воспели, да. Вот. Есть определенные псалмы и группа. Называется халель. Это псалмы хвалы. Очень важно иметь молитву и благодарение Богу. Благодарение Бога, например, молитва освобождения. Избавление от опасности. Ха-Гомель. Ха-Гомель – это что? Избавление. Есть такой город Гомель. Слышали, да? Да. В Белоруссии, которая так называется. Молитва Ха-Гомель. Молитва избавления от опасности. Значит, следующая группа молитв – это молитвы благодарения Господу. И примером Ха-Гомель. Молитва избавления от опасности. Если человек был в тяжелых обстоятельствах, болен, например, и выздоровел, или находился в какой-то физической опасности, и Бог его избавил, да, он читает молитву Ха-Гомель. Вообще мы должны благодарить Бога за все. За все, что Он делает нас. За то, что Он хорошее делает, а за плохое что? Тоже нужно благодарить Бога. Вот поэтому еврейские мудрецы говорят так. Если еврей ломает ногу, он благодарит Бога, что не сломал обе ноги. Если он ломает обе, то благодарит Бога, что не сломал шею. Правда? Знаете, ну вот представьте себе. Лежат, я вот пример даю обычно такой. Лежат два человека в больнице. У одного перелом, значит, он там лежит в гипсе. Так вот нога. И у другого перелом. Вот так нога. А они говорят, вот она жизнь моя такая. Вот оно такое еврейское счастье. Вышел я за хлебушком. Бац, и под машину. А другой. Аллилуйя! Аллилуйя! Ты ты что, дурной? У тебя же тоже такой же перелом, Кабьяна. Аллилуйя! А чего? Так, говорит, летел. На самолете украинской авиалинии. На трех километрах высоты. Одно крылышком вправо, другое влево. А я вот здесь лежу. Понимаете? За все надо благодарить. Господа, да? Да. И еще молитвы без слов или на незнакомом языке. Некоторые думают, что это изобретение пятидесятников. Вот. Я не принижаю то, что действительно в начале 20 века многие начали говорить на незнакомых языках. Но вот я вам дам интересный о различных молитвах. Януша Корчика. И там тоже есть пример молитвы на незнакомом языке. Причем это Януш Корчик. Он не был христианином. Януш Корчик собирал молитвы. У него есть молитвы детей. Он собирал. Или молитвы тех людей, которые не умели молиться. У него есть интересные. Помните? Януш Корчик был, жил в начале 20 века. И он вместе с детьми, он руководил детским домом для сирот, был вместе с детьми и послали в концентрационный лагерь прямо на истребление в печь. Я подробнее как-нибудь, мы потом об этом удивительном человеке поговорим. Вообще-то Януш Корчик это псевдоним. Настоящее имя Генри Хальчмидт. И там есть пример молитвы без слов. И есть еще такая очень интересная. Нигун. Да? Нигун. Нигун это от слова напев переводится. Да? Нигун. Нигун. И это молитва, когда ай-яй-яй, ой-яй-яй, да? Да. Ну, вот пример испанских евреев. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, компания. Что означает, ой-яй-яй, моя домашняя группа. Хе-хе-хе-хе-хе. Да? У евреев эти нигуны, очень часто, это либо небольшая фраза какая-то повторяющаяся, да? Либо вообще ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй, траля-ля, ла-ла-ла, да, и так далее. Черебом, черебом, знаете? В казах черебом. То есть, вроде бы смысла нету, но в действительности туда вкладывается большой духовный смысл. И это похоже, что говорится временно, да, в 8 главе 26-27 стих. Когда мы говорим, что Дух ходатайствует за нас, воздыхания неизреченными. Хорошо. И некоторые молитвы, как самоанализ. Вот, например, заключительная часть молитвы Амеда, которую читает во время трех издневных служб. Господи Бог мой, сохрани мой язык от злословия, мои суста от лживых речей, помоги мне не слышать тех, кто проклинает меня или клевещет на меня, и позволь мне быть скромным перед всеми. Разрушь замыслы тех, кто злоумышляет против меня, и расстрой их замыслы. И да будут речения моих уст и стремления сердца моего приняты тобой. О, моя опора, о, мой искупитель. И это в Талмуде Брахот, 17а, сказано, что это составил Мар сын Равина, жившего в четвертом веке, вот добавила такая Амедия, заключительные эти слова. И он понял, как трудно отвратить грех от уст своих. И Мар осознал, что для Господа, чтобы не говорить о других плохо и несправедливо, нам нужна помощь Господа. Мар осознал, что для того, чтобы не говорить о других плохо и справедливо, нам нужна помощь Господа. Это такое домовление заключения к Амеде. И очень много есть молитв и благословений. Мы их будем выделять об отдельную группу, целый день посвятим это. А вообще этого можно посвятить очень много времени, да? И на иврите будем тоже об этом говорить. И еще есть молитва, как бы свидетельство, да? Вавилонский Талмуд говорит так. Мужчина или женщина, с которым произошла неприятность, должен сказать об этом всем, чтобы все просили Бога быть милосердным к Нему. И если у меня были трудности, и Бог мне помог, что мы должны что это сделать? Засвидетельствовать, да? Это наше свидетельство хвалы Богу. Вавилонский Талмуд, Брахот 30, говорит так. Тот, кто стоит вдалеке от Израиля во время воитвы, должен направить свое сердце к земле Израиля. По этой причине, когда возносятся молитвы в синагоги, куда направляет община молитвы? В сторону Израиля, да? В сторону Израиля. Вот, если мы будем строго придерживаться, у нас, видите, стоят на восток синагоги. Смотрят на восток. Кстати, православные храмы тоже на восток, как еврейские синагоги. Это показывают, что мессианские евреи, да, молились, тоже христиане таким образом. Но почему на восток? Наши евреи, ашкеназы, они выходцы откуда? Из Германии, да? Вот, выход. Ашкеназы, да, ашкеназы, выходцы из Германии. А в Германии немножко к западу лежит. Да, поэтому нужно, чтобы повернуться в сторону Израиля, это будет на восток, да? Вот у нас где восток. С этой стороны, да? Если мы, да, а польские евреи, они тоже, как и немецкие, ну, от одной ветви. Да, поэтому, если строго говорить, мы должны молиться, куда смотреть? От нас, Израиль, прямо на юг, да? На юг, да. А, да, а евреи, например, Бухары, бухарские евреи, Средней Азии, они молятся в сторону Израиля на запад. И говорят, что где-то есть три синагоги, стоят рядом на одной улице в Израиле. Вот, надо молиться в сторону Израиля, если в Израиле куда? В сторону храмовой горы, да? И в одной синагоге на восток, в другой синагоге на запад, а в третьей синагоге на юг. То есть, ну, мы обращаем сердце свое, да, к Израилю. Мы обращаем сердце свое к Израилю. Община, община на иврите Цибур. Цибур, когда вот молимся в общине, община Цибур, это акроним, то есть сокращение. Ц означает цадик, праведник. Б означает бейони, средний человек. А Р означает раша, злодей. Вот когда мы будем говорить о значении четырех растений на сухот, там тоже прослеживается эта мысль. Итак, в общине Цибур есть кто? Цадики. Есть люди не такие, не сякие. Средние, да? И есть злодеи. И вся эта община Цибур. И тот, кто ведет молитву, да, называется Шалиях Цибур. Шалиях Цибур. То есть, посланник общины. И само слово апостол, это означает греческое посланник, да? То есть, по-гречески апостол, а по-еврейски как? Шалиях. И тот, кто представляет общину перед Богом, кто называется? Шалиях Цибур. Шалиях, слово шалах посылать. Шалиях Цибур. Шалиях Цибур. Это, может быть, не обязательно равен. Равен – это человек кто? Это учитель, да? Вот у нас часто так бывает, что пастор, он же и ведет молитву, он же и читает проповедь, да? И так далее. Но еврейский, тот, кто говорит от лица общины перед Богом, называется Шалиях Цибур. Ну, так как обычно молитвы поются, то есть еще такое название – кантор. Ведущий молитвы – кантор. Это от латинского слова, да? Кантары. Как по-молдавски? Кентария, да? Видите? По латинскому – кантория, значит, отсюда кантор. А еще есть, как там, хазан. Хазан. Помните, хазину есть такая молитва, да? Хазину. Кто первым хазаном был? Маше, да? Сказал хазину. Хазину. Вот это хазан – это тот, кто призывает на молитву или ведет молитву. То есть, есть несколько, как бы, синонимов. Шалиях Цибур, когда ведущий молитву – кантор или хазан. Кантор или хазан. Да, молитва обычно и благословение завершается каким словом? Амен, да? И этим словом очень часто в христианской традиции пользуются неправильно, потому что некоторые говорят, вот там, да-да-да-да-да, вы слышали проповеди? Аминь! Аминь! Чтобы просто разбудить людей. Но совершая это, опять-таки, человек по незнанию или зная, кто не знает, того бить будут меньше, естественно, кто знает, того хуже предстоит. Потому что это и есть произношение имени Божьего в суде. Да? Амен нужно произносить при определенных условиях. Итак, запишите, что значит амен. Амен означает верно и истинно. Какой корень? М. Да? М. Помните? Мать, основание, базис всего. Амен. И поэтому однокоренные слова. Эмуна, вера, и эмет, правда. И вот слово амен объединяет в себе оба этих понятия. Да. Амен имеет общий корень со словом эмуна, вера, и со словом эмет, правда. И объединяет в себе оба этих понятия. То есть, произнося амен, мы говорим, я верю, что это истина. Да? Я верю, что это истина. Еще мудрецы Талмуда говорят, что слово амен происходит от первых букв слов. Бог, верный царь. Амен. Да. Эль. Мелех. Не. Э. Ман. Бог, верный царь. И где мы видим в Новом Завете подтверждение, что амен – есть имя Божье? Да. Его зовут как верный и истинный. Что значит верный и истинный? Амен. Да? Да. Эмет мы говорим. Правда и истина. Эмуна вера. Значит, верный и истинный будет амен. Амен. Вот. Откровение посмотрите. По-моему, 20 глава или 21. Еще. Значит, когда заканчивается молитва, мы говорим амен, то есть верно и истинно. И мы подтверждаем. Мы можем даже не произносить слова молитвы. Но если мы говорим амен, то мы подтверждаем. А если что-то сказали нам неправильно, а мы произнесли амен, значит, мы на себя берем ответственность. Да? За такие неправильные вещи. А то проснулись и все раз и раз амен. Аллилуйя. Амен. Понимаете? А это все Божье имя. И Бог к этому серьезно относится. И обязательно слово амен должно звучать в ответ на благословение. На благословение. Да. Значит, и мудрецы Талмуда считали произнесение слова амен даже больше. Лучше заслуга, чем произнесение самого благословения. То есть, человек, услышавший благословение, он обязательно должен что сказать? Амен. Есть этому подтверждение в Новый Завет? Откройте 1 Коринфянам 14.16. Там сказано, да, что если кто-то говорит на незнакомом языке, и вдруг он благословил Господа, а ты не знаешь, когда произнести амен. Нам кажется, ну и что? Но оказывается, это важно. Правда? Вдруг он благословляет, а ты не знаешь, что он благословляет. И даже если благословение произнесено маленькими тяминими, все равно надо говорить амен. И еще, тот, кто произносит благословение, не должен говорить амен. Это иногда я так произношу, или другие уже просто по неграмотности. Люди сами должны знать, когда нужно произносить амен. А для этого нужно не спать, а следить за молитвой или за благословениями. Правда? Вот. И либо тот, кто произносит, читает благословение, может сказать амен тихо. Но тише обязательно, чем говорят другие. Чем говорят другие. Значит, в большинстве случаев человек не должен говорить слово амен после произнесенной им самим благословений. Есть несколько исключений. За третьим благословением после трапезной молитвы Биркад Хамазон. Строящий Иерусалим обязательно произносит амен. А у Сефарда есть обычай говорить амен после произнесения определенного цикла благословений. Часто, когда мы молимся, мы даем Богу определенные обещания, да? Ну, слава Богу, есть у нас отдельная молитва для освобождения от обещаний. И мы говорим обеты и клятва. Что же, какая разница между словом обет и словом обед? Обет и клятва, да? Обещание, обет и клятва. Значит, если мы имеем отношение по отношению к какому-то определенному объекту, это называется обет. Вот, например, обет полностью исключить из употребления вино. Обещание или клятва – это какое-то действие, когда человек по отношению к другим действиям. Ну, например, обещает не ложиться спать ночью. Вот, и так далее. Да. Если человек желает совершить шуву и покаяться, избавить от других пчевичек, он может принять обет, чтобы подкрепить свои решения. Ну, например, обжора может дать обет в течение некоторого времени воздерживаться там, например, от шоколада или от сладости, да? Вот, но обязательно, когда вы даете такое обещание, вы должны ставить определенные рамки, да? А если не получается, я еще раз говорю, есть еще молитва освобождения от обещания. Но все-таки лучше не обещать, да, чем обещать и не сделать. Правда? Со времени про отца Иакова существует традиция давать обеты во время бедствий. Помните, Иаков дал обет отделять Богу, десятину, от всего заработанного, да? И он потом выполнил. Дающие обеты и хлятвы в отношении тривиальных вещей совершают большой грех и причиняют хилуль-гаше, хула имени Господа. То есть, в отношении таких вещей, которые мы и так должны делать, да? Вот, он осуществляет хилуль-гаше. Царь Янай правил более чем двумя тысячами поселений, и Бог разрушил все его владения. Почему? Обитатели его владения имели привычку говорить, клянусь, что пойду в такое-то место, что буду есть такую-то пищу и так далее. То есть, люди клялись чуть ли по всякому поводу, да? И это было очень серьезно. Как Господь говорит, да? Не клянитесь. Не клянитесь вовсе, это не означает полный запрет клясться. Но означает, что если вы не можете сдержать клятву, если у вас нету этого какого-то определенного навыка, опыта, то лучше не клянитесь вообще. Иначе будет намного хуже. Неправильная молитва. Неправильная молитва. Следующий подзаголовок. Господь сказал Моисею, что ты вопьешь ко мне, скажи сынам Израилем, чтобы они шли. Исход 14-15. Помните, евреи были где? Стояли возле моря, да? И сзади полчища египтян. Впереди море. И тогда они начали волноваться и начали кричать каждый там свое. Моисей их уищевал, уищевал, потом тоже сам начал, беда, кричать. С перепуху, да? И Бог говорит, а что ты режешь? Ты что режешь? Я тебе сказал, иди. Вот и иди. Да? Знаете, как Бог иногда разговаривает? Со мной Он тоже так разговаривает иногда. Вот. Согласно Рабе Елизеру, Всевышний сказал Моисею, есть время для долгих разговоров, а есть время, когда нужно быть кратким. Мои дети в беде, море поглощает их, враг преследует их, а ты здесь молишься. Лучше скажи сынам Израилем, чтобы они шли. То есть, есть время молиться, а есть время, что действует. Правда? И надо знать. И надо знать, что делать. Поэтому очень хорошая фраза, которая, правда, Наполеон не божий человек, но... Я так, будто все зависит от Бога. Хорошая фраза? Когда вы сражаетесь, делайте это так, как будто все зависит от вас. Когда молитесь, молитесь так, как будто все зависит от Бога. Иногда мы начинаем молиться вместо того, чтобы действовать. Да? Мы должны помолиться. Но без нашего действия молитва не осуществится. Иногда люди думают, я не буду лечиться и выздоровею. Да? Они искушают Бога. Нужно сделать все, что нужно для тела. Да? И сходить к врачу. Если нужно делать операцию, нужно делать операцию. Если какие-то вещи, Бог дает личное откровение. Я вам уже об этом рассказывал. Помните? Как мне зуб исцелял Бог. Да? Я вам рассказывал. А есть определенные вещи, которые нужно делать независимо от того. Да? Да, но молиться всегда нужно. Молиться всегда нужно. Так, коня. Что готовят к битве на победу от Господа. Но откуда победа от Господа будет, если не будет коня, если не будет сражающийся на коне. Правда? Хорошо. Хорошо. Сказать Бога о том, что уже случилось, значит бормотать не имеющую смысла молитву. Ну, например, если жена беременна, а он говорит, пусть Бог сделает так, чтобы она родила мальчика. Это бессмысленная молитва. Потому что если он уже видел, что она беременна, то все равно пол не изменится. А то еще бывает хуже. Когда, знаете, некоторые, вот много от лекарственных препаратов принимают. И поэтому те, которые мальчики, они родятся такие, как потом будут хомосексуалисты. Да? Или есть девочки, да, с определенными такими наследственными признаками, что они и ведут себя, и выглядят как мальчики. Надо принимать то, что дает Господь, да. Если, вернувшись с путешествия, он слышит крики в городе и говорит, Господи, только бы не в моем доме, это тоже бессмысленная молитва. Где уже горит, там горит. Правда? Ну, чтобы если не перекинулась на мой дом, но там, где уже горит, это бессмысленная молитва. Так говорит Вавилонский Талмуд, барахот 54А. Раллина считает, что нельзя упоминать имя Бога в суе и беспокоить Бога молитвам о прошлом, то есть то, что уже случилось. Это бесполезно и тщетно. Если что-то уже случилось, какой смысл молиться о том, чтобы оно не случилось? Это уже произошло или не произошло? И еще некоторые просят, чтобы это несчастье случилось с вашими соседями, но не с вами. Говорит, Господи, хоть бы это дом моего соседа был бы, да? А такая молитва тоже считается еврейской традицией неправильной. Тоже нельзя навлекать себя. Не надо такие молитвы. Ни в коем случае. Вот. Значит. Трудно человеку, который только что узнал о крушении самолета, которым летела его подруга, удержаться и не сказать. Я надеюсь, что она не опоздала на этот рейс. Такие молитвы являются автоматическими. Вот. Конечно, они, в общем-то... Бог не... Будет вас за это бить по голове, но это не играет никакого смысла, да? Значит. Вы знаете, что Бог молится? Знаете, что Бог называет Талит? Вот когда мы говорим, под крыльями его, будешь безопасен. Так что, у Бога есть крылья? Потому что Кнафей, да, означает не только крылья, но и означает Талит, да? Талит. Помните, когда говорят, делают воскрылья большие? То есть, кто-то делал Талит больше, чем у других, и считал, что у него самый крутой Талит. И вот когда Бог поднимает руки, и у него Талит на плечах, правда, кажется, что под крыльями? Под крыльями его. Здесь говорится не о крыльях Бога, не о том, что у Бога крылышки есть, как у птички или у ангела, которые я лично ни одного ангела с крыльями не видел. Может, кто хочет увидеть, так кто-то увидит с крыльями, а мне как-то не приходилось. Но у Бога это Талит. Раби Аханан сказал от имени Раби Йосифа, Бог всемогущий, благословен Он. Молится, как Он молится? Раби Зутрас сказал от имени Рава, Бог молится так. Пусть по моей воле мое милосердие преодолеет мой гнев, и моя любовь преодолеет мою строгость. Пусть я буду обращаться с моими детьми милосердно, и всегда буду выше буквы закона. Вот так еврейская традиция говорит, что молится Бог. Вавилонский Талмуд, Брахот 7а. И еще мы должны молиться больше о чем? О своем успехе или о своих внутренних качествах. Правда? Да. Поэтому есть такая, Равины говорят, что люди должны учиться молиться так. Например, звезда кино или эстрады. Пусть мои творческие возможности и талант будут больше моих славы и богатства. Безвестмен может молиться так. Пусть мое стремление к успеху и богатству определяется нравственностью и заботой о других людях. И все должны молиться так. Пусть моя щедрость будет выше моего эгоизма. Пусть моя забота о других пересилит мое желание потреблять. Тогда молитва будет правильная. Еще молитва есть о смирении и в смирении. Я хочу привести интересные параллели между молитвой еврейскими традиционной и молитвой Франциско-Асистского. Все знают об этом удивительном человеке, который жил в средние века. И он, подобно тому человеку, о котором говорится в притче, был благочестивым, был богобоязненным, но он был богатым молодым человеком. И когда он прочитал слова Ишуа, тебе до совершенства не достает что? Раздай все нищим. И он так и поступил. Правильно или нет, я сейчас не буду об этом говорить. Но я думаю, что это было для него личное откровение. Еще раз говорю, я не советую всем раздавать свое имущество, только потому что это написано. То, что написано, это не означает для всех времен и народов. Но он это принял как личное, к нему откровение. И он раздал свое имущество и пошел к самым бедным, даже к самым отверженным, людям в колонию прокаженных. Он служил им. У него были ученики, последователи. Кстати, одна женщина была, ее звали Клара. И поэтому есть францисканские монастыри, и есть кларисинки. То есть, это разновидность францисканских монастырей для женщин. И символ францисканцев, последователь Франциска Осийского, это есть рука помощи. Может, везде видели такое? Да? Вот это. Символ служения Франциска Осийского. Это он как раз сказал папе, да? Что, говорит, папа, смотри, сколько у нас золота и серебра. Он говорит, ну, зато вы не можете сказать. Встань, да? И ходи. Францисканский удивительным человеком был. Он совершил крестовый поход, в котором участвовал только один человек. Он лично поехал к правителю Каира и проповедовал ему. Удивительно, что тот его допустил. Еще второе чудо, что он его отпустил. После этого. Но хотя так и не обратился. Удивительнейший человек Франциско Осийский. И вот молитва о смирении. Молитва Франциско Осийского. Вы знаете. О Господь Иисус, да? Или о Ишуа, кроткий и смиренный сердцем, услышь меня. Освободи меня от желания, чтобы меня любили, чтобы мною восхищались, чтобы меня прославляли, чтобы меня хвалили, чтобы меня предпочитали другим, чтобы со мной советовались, чтобы меня признавали. Вторая часть. Видите, освободи от желания, вторая. Освободи от страха. Освободи меня от страха. Мы всегда поимся, да? Знаете, так хочется спеть. Не все слова этой песни хорошие, она там о другом поется, но все-таки хочется. Я свободен. Утоптится в небесах. Я свободен, да? Позабыв, что значит страх. Когда мы, Господи, мы свободны, правда? Освободи меня от страха, что меня усмирят, что меня будут презирать, что меня будут наставлять, что меня забудут, что надо мной будут смеяться. Это всегда вот такой мой страх, что надо мной будут смеяться, что меня не поймут, что меня неверно оценят, что меня будут подозревать. Да, Ишуа, и по Твоей милости дай мне желание того, чтобы других любили больше, чем меня, чтобы другим оказывали больше внимания, чем мне, чтобы другие возрастали в глазах общества, а я умолялся, чтобы других избирали, а меня оставляли в стороне. Это нашим правителям прочесть перед выборами. Такую молитву было бы полезно. Вы знаете, и тогда их точно изберут, потому что их Бог поставит на это место. Чтобы других избирали, а меня оставляли в стороне. Чтобы других хвалили, а меня игнорировали. Чтобы вместо меня предпочитали других И чтобы другие были более святы Чем я, лишь бы я был достаточно свят для тебя А вот из молитвы Мар бен Арабина Еврейского района Она тоже содержится в Сидоре Боже, убереги язык мой от засловия Уста мои от лживых речей Дай мне силы смолчать перед проклинающими меня Душою поверхаться прах перед всеми Раскои сердце мое для учения твоего Пусть устревится душа моя к заповедям твоим Пресеки заговоры, замышляющие злое против меня И расстрой их замысла Соверши это ради имени своего Ради святости своей Ради учения своего Ради спасения любимых тобой Помоги и отзовись Рада? Похоже Такая параллель Или молитва о мире Молитва о мире Вот молитва Франциска Господи, используй меня как инструмент мира Там, где ненависть сеет любовь Там, где оскорбление сеет прощение Там, где сомнение сеет веру Там, где безнадежность сеет надежду Там, где тьма сеет свет Там, где печаль сеет радость О, мой Господь и Бог! Помоги мне не столько искать утешение, как утешать самому Любви, как любить самому Понимание, как понимать других Потому что давая мы получаем Прощая мы прощены Умирая мы возрождаемся К вечной жизни А вот молитва о Рабе Нахмане из Братслава Вы слышали, да? Это один из хасидских Выдающихся Рабинов Да будет на то Твоя воля, Господи, Бог наш и предков наших Чтобы не стало войн в мире и кровопролития Чтобы наступил всеобщий и прекрасный мир Да не поднимет народ на народ меча И не будут больше учиться воевать Пусть все живущие во вселенной Познают великую истину Не для войн и раздору пришли мы в мир Не для ненависти и зависти Не для злобы и кровопролития Пришли вы в мир, дабы познать тебя, возлюбленного навеки Смилуйся же над нами И пусть при нашей жизни сбудутся слова Писания И дам мир земле вашей И будете спать спокойно Поначалу истреблю всех лютых зверей И враг не поразит больше мечом землю вашу Правосудие хлынет волною морскую И праведность бурной рекою И наполнится земля богопознанием Как водами, да краем наполнено море Последние три параграфа Это из Левита 26, дробь 6 Амос 5, дробь 24 И Исайя 11, глава 9 стих Левит 26, дробь 6 Амос 5, 24 Исайя 11, 9 Вечерняя молитва, например, еврейская Дай нам, Боже, с миром отойти ко сну А наутро вновь воспрянут к жизни Защити нас покровом мира Будь нам добрым наставником Спаси нас имени Твоего ради Огороди нас от врага, болезни, войны и голода Отврати нас от зла и преступления Ты наш спаситель, помощь и опора наша Ты наш милосердный наставник Дай нам укрыться под сенью Твоей Храни нас, когда мы засыпаем И когда пробуждаемся И пусть нашим уделом будут жизнь и мир Отныне и во веки веков Хорошие молитвы? Правда? Хорошо, вот еще молитва Которая называется Благословение души Благословение души Вы знаете, что нашу душу тоже нужно благословлять И христианская традиция говорит, что Душа испорчена и порочена Еврейская традиция говорит, что Душа человека чиста Просто человек своими Определенными действиями Уже ее загрязняет Есть яцарга-ра, яцарга-тов Помните, мы говорили Когда рассказывали о том, что такое Первородный грех И вот благословение души Бог мой Душа, которой ты даровал мне, чиста Ты сотворил ее Ты создал ее Ты вдохнул ее в меня И ты поддерживаешь ее существование во мне И в будущем заберешь ее в меня Все время, пока моя душа существует в теле моем Буду благодарить тебя, Господь, Бог мой И Бог народа моего Дома Израиля Владыка всех творений Властелин всех душ Благословен ты, Господь Возвращающий души В тела умерших Или благословение Причтение Торы Благословен ты, Господь Бог царь мира Который открылся на горе Синай, народу Израиля Дал ему закон для всего человечества Чтобы люди могли улучшать свои деяния И приближать к себе Сделай так, Господь, Бог наш Чтобы слова Торы Твои стали услады наших уст И добудем все мы и наши потомки Знать Твое имя и учить Тору Твою безкорыстно Благословен ты, Господь, дарующий Тору И сказал все сильное Нооху И сыновьями его С ним так Заключу я союз мой с вами И потомкой вашей радугу мою Помещаю я в облаке И будет она знаком завета Между мною и между землей Все предопределено Но свобода на нам Мир судится по благости Однако все зависит от большинства деяний Кто мудр? Тот, кто у всех учится Кто силен? Тот, кто обуздывает свои страсти Кто богат? Тот, кто доволен своей долей Кто уважаем? Тот, кто уважает других Совершающий доброе дело Обретает защитника Совершающий грех Обретает обвинителя Раскаяние и благодеяние Защита от бедствий Утреннее благословение Мы будем говорить, что благословение Это тоже особая молитва Благословляющая Господа Из утренних благословений Благословлять буду Господа Во все времена Хвала Ему постоянно будет На устах моих Все на свете В конце концов Становится известным Бойся Бога Заповеди Его соблюдай Ибо в этом весь человек Хвалу Господу Произнесут уста мои И все живое будет Благословлять Его Святое Имя Во веки веков И мы будем Благословлять Бога Отныне и во век Восхвалите Бога Благословен Ты Господь Бог наш Владыка Вселенной Наделивший сердце Способностью Отличать день от ночи А вы говорите Амин Все Амин Да Благословен Ты Господь Бог наш Владыка Вселенной За то, что Ты создал меня Таким, каким желал создать Мужчина говорит Что Ты создал меня Мужчина, да А женщина говорит За то, что Я создал Таким, как это Я создал Амин Правда? Благословен Ты Господь Царь мира Сотворивший меня Человеком И давший мне Разум Амин Благословен Ты Господь Бог наш Владыка Вселенной Возвышающий Сушу над водами Амин Благословен Ты Господь Бог наш Владыка Вселенной Давший нам Все необходимое Амин Благословен Ты Господь Бог Царь мира Приготовивший людям Все В чем они нуждаются Для физического существования И для духовного Совершенства Амин Благословен Ты Господь Бог наш Владыка Вселенной Направляющий Шаги Человека Амин Благословен Ты Господь Бог наш Владыка Вселенной Возвращающий Силы Усталому Амин Благословен Ты Господь Бог наш Владыка Вселенной Прогоняющий Сон с моих глаз И даремоту С моих век И да будет угодно Тебе Господь Бог наш Наделить нас Предлежащим Учение Торы Твоей И усердием в исполнении твоих заповедей. И не допускай, чтобы совершали мы грехи, преступления и злодеяния. Иди посылай нам испытания и позор. И не допусти, чтобы злое начало возобладало в нас. Скажите, как это похоже на молитву Ишуа? Правда? Да? И сохраняй нас от лад. И не дай нам испытаний сверхмеры. Видите, это я из автодоксальных молитв еврейских беру. И отдали нас от дурного человека, от плохого товарища и сделай так, чтобы мы исследовали доброму началу, заложивая в нас и совершали добрые дела. И почини себе греховную нашу природу. И мы все скажем Аминь.